Здравствуйте, присаживайтесь. По какому вы вопросу? Свидетельство о рождении и два заявления. Это все документы, которые понадобились Елене для прописки детей. Девушка впервые обратилась в многофункциональный центр и потратила всего 15 минут на оформление. Это достаточно удобно, не нужно тратить время на поездку. Пришел все около дома, грамотные специалисты все объяснят, все расскажут. Дополнительный офис в сельском поселении Володарска открыли год назад. Здесь работает два окна для посетителей. Перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, большой. Это замена гражданского и зарубежного паспорта, регистрация ребенка, оформление детского пособия, материнского капитала, субсидии на оплату ЖКХ и ряд других. Самые частые вопросы и социально значимые – это оформление социальной карты, предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ, ну и, конечно, услуги паспортного стола. Сейчас прием граждан идет во вторник, среду и четверг, но в связи с большой проходимостью народа руководство планирует добавить еще один день – субботу. Опять же, для удобства граждан. Также в этом месяце в офисе появился терминал доступа к сети интернет, федеральному порталу государственных и муниципальных услуг Московской области и порталу правовой информации. На портале государственных и муниципальных услуг Московской области заявители могут отследить готовность документов на услуги, на которые они уже подали. На официальном интернет-портале правовой информации любой необходимый федеральный закон также может быть у них в прямом доступе. Жители уже оценили все удобства. Ежемесячно дополнительный офис посещают около тысячи человек, которые не тратят время на дорогу и долгие ожидания в очереди. Ирина Бокова, Данил Сидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.